Астраханская цирка Сначала поступил на театроведческое направление, это в ГИТИСе в свое время была такая специальность, как директорский факультет, готовили персонально, вот как сейчас слово модное менеджер, готовили директоров, действительно, но подбор уже по специальности будущей, это своего рода подкрепление, но мы же все были в резерве, ведь подбор кадров шел с самого-самого низа. Почему я вам сказал, что был электриком? Уже я был дипломированным специалистом. Дело даже не в этом. Ведь присматривали, будет ли продвижение у человека, у ребенка или не будет. И продвижение было. Анатолия Додонна и Солнечно-Приморская Одесса направили в Астрахань, возглавить цирк, не в лучшие его годы. Советский Союз только распался и людям было не до смеха. Это тяжелейшее время было. Просто вам не передать. Этот цирк оказался не удел. Ну, бог с ним, когда это люди, когда мы можем с вами поразговаривать, кто-то там в забастовку пошел. А куда нам девать животных? А куда нам девать весь этот реквизит? Помощь пришла от власти. Первый астраханский губернатор Анатолий Гужвин внес содержание цирка в областной бюджет. Такого ни в одном регионе страны прежде не случалось. Это был такой шаг, такой шаг чувства России, что как их можно бросить, как их можно оставить. И смотрите, ведь как он это дело предчувствовал и предвидел, и какой у нас сегодня красавец цирк. Точно так же произошло и с Александром Александровичем Жилкиным, который увидел, что цирк Ветшает морально сдает позиции. После глобальной реконструкции в астраханский цирк потянулись лучшие артисты страны. Анатолий Додон вспоминает первые годы в Астрахани с улыбкой. Проблемам нужно быть благодарным за опыт. Спустя 20 лет одессит считает астраханцев земляками. Будучи за пределами Астрахани, конечно, встречая астраханцев, это обособленные люди. Мы, получается, как редня. За пределами области астраханцы это почти родня. Вот я уже тоже на себе испытал, только сказал из Астрахани. Все, начинаем переплетаться. Но осталась в нем и печать столицы юмора. Анатолий Додон умеет рассказывать анекдоты и дарить пожелания по-одесски. Почему у вас рыба? А чего она не дыхает? А вам что, показать свидетельство о смерти? Вот все. Что вы с меня требуете? Налог или я вам покажу свидетельство о смерти? Хотелось бы пожелать Новый год благополучия в семьях, мира, процветания. Каждый регион, что по-своему, процветал. Когда есть благополучие в семье, есть, конечно, результат и внешний. Меньше болели, потому что сегодня полячка очень дорого обходится. А это говорит о том, что надо себя сейчас беречь, за собой следить. Я бы хотел пожелать в Новом году именно вот такого пожелания, чтобы люди себя берегли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова